Здравствуйте! В эфире программа «Норильские новости» в студии Надежда Балдакова. Смотрите в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На площадках Сибирского федерального университета проходят завершающие мероприятия. Несколько часов назад глава Норильска Дмитрий Карасев принял участие в ходе открытого диалога о мерах поддержки группы институтов развития. Дмитрий Карасев на этой встрече выступил в роли эксперта. Говорили о проектах социального воздействия и о продвижении проектов развития территорий, а также об инфраструктурных проектах, в том числе об обращении с твердыми коммунальными отходами. Во время дискуссии глава Норильска рассказал о проблеме сортировки и утилизации мусора в нашем городе. На территории нет соответствующих заводов. По словам Дмитрия Карасева, муниципалитет уже не раз предпринимал попытки построить подобное производство. Найдены участки для этих целей. Нет инвестора, который бы реализовал для такого количества населения в таком городе, как Норильск, такой дорогостоящий проект. Наверное, да, логично его реализовывать в крупных городах-миллионниках, где он отобьется через несколько десятков лет. Но в Норильске он, наверное, отобьется через лет через сто, может быть больше. Но тем не менее, как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, прежде всего необходимо очищать Арктику. В Арктике нельзя захоранить, потому что там ничего не разлагается и никуда это не девается. Что касается сортировки. Да, безусловно, ее необходимо делать. Но вернусь к тому, чего я начал. Норильск – это территория оторванная. А сортированный продукт, который можно потом вовлечь во вторичную переработку, чтобы вывезти из Норильска, это нужно вложить деньги, и он будет просто-напросто золотой. Его никто не будет вывозить. Наверное, логично здесь думать с точки зрения того, чтобы его утилизировать все-таки. Или, может быть, вовлечь в переработку для создания каких-то материалов на территории города, что городу полезно и интересно. Дмитрий Карасев также подчеркнул, что в этом вопросе необходим комплексный подход и помощь федерального центра. 700 миллионов рублей дополнительно направят на развитие транспортной системы Норильска. Этот вопрос обсудили на комиссии горсовета по городскому хозяйству. Помимо этого, депутаты говорили о ремонте дворовых территорий и об устройстве административно-делового центра для пассажиров межрайонных рейсов. Подробнее расскажем в следующем сюжете. На комиссии по городскому хозяйству депутаты обсуждают первые в этом году корректировки бюджета. Так, 700 миллионов рублей народные избранники хотят дополнительно вложить в развитие транспортной системы города. Большая часть денег, свыше 580 миллионов, пойдут на ремонт объектов дорожного хозяйства. В частности, ремонт проезда в дворовых территориях, их асфальтировку, ремонт тротуаров и бортовых камней, площадок для накопления мусора, обустройство проецируемых пешеходных переходов и обновление муниципального автобусного парка. Путем механизма лизинга предлагается приобрести 15 единиц. Ежегодное финансирование на трехлетний период составит 84 миллиона 364 тысячи рублей. Это мероприятие считаем важным к реализации, учитывая значительный износ парка муниципального транспортного предприятия. В настоящий момент у нас 77 автобусов, эксплуатирующихся, имеют стопроцентный износ. До конца года эта цифра еще будет больше. Всего после всех корректировок общее финансирование программы развития транспортной системы будет беспрецедентным – порядка 6 миллиардов рублей. Кроме того, рассказали на комиссии и о работе подразделения штаба «Шторм», а также о том, какие мероприятия проведены управлением городского хозяйства администрации Норильска для комфортного ожидания автобусов в административно-деловом центре. Установлены дополнительные посадочные места. Это 90 лавочек на 260 посадочных мест. Дополнительно муниципально-мунитарным предприятием мог осуществить закупы дополнительных урн. Сейчас они в стадии доставки на территорию города. Приобретены и будут в ближайшее время установлены в качестве эксперимента две зарядные станции для мобильных устройств. Не все присутствующие на комиссии сочли проведенные мероприятия достаточными. Так депутат Норильского горсовета Павел Семизоров предложил прорабатывать вопрос об устройстве автовокзалов Норильска для пассажиров и дальше. В комнате матери и ребенка нет. Нормального комфортабельного размещения пассажиров во время, когда они ждут, нет. Ну да, сказали, что 7 поездок всего лишь было по штабу что. Ну это не дает нам основания закрыть автовокзал и вообще их не содержать. Поэтому я ставлю вопрос о том, что нам нужно начинать нормально обустраивать наш автовокзал. Предложения были внесены в протокол комиссии для дальнейшей работы. Что же касается объема финансирования программы развития транспортной системы, то все изменения по этому вопросу учтут при корректировке бюджета Норильска на ближайшей сессии городского совета. Надежда Балдакова, Никита Левенец, Норильские новости. Городское озеро или пространство возле молодежного центра в Каиркане. Норильчане выбирают территорию для благоустройства по федеральному проекту формирования комфортной городской среды, где можно проголосовать. Расскажем далее. Норильчане продолжают выбирать объекты для благоустройства в этом году. Свои голоса уже отдали больше четырех тысяч жителей. Меня очень порадовал выбор городского озера, потому что периодически, конечно, мы туда приходили с семьей погулять с ребенком. В принципе, водоем на территории нашего города, их не так много. И хочется, чтобы там были удобные скамейки, удобная инфраструктура. Я выбрала преображение озера городского. Мы там живем буквально в трех минутах-пяти от него. И нам очень нравилось, когда были фонтаны на нем с подсветкой. Это, наверное, лет пять или шесть назад. Сейчас бы тоже хотели туда больше заходить, отдыхать. Лето предстоит. На выбор у Норильчан две территории – сквер у городского озера в Центральном районе и территория возле молодежного центра в Каиркане. Одну из них в этом году благоустроят по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Окончание сбора голосов намечено на 5 марта. После этого жителям предстоит определить проект благоустройства для выбранной территории. Свой голос можно отдать за благоустройство до нуля часов 5 марта. То есть включительно до конца воскресного дня есть возможность отдать свой голос за тот или иной объект благоустройства. После этого по распоряжению главы города у нас будет заседание общественной комиссии. Ориентировочно мы планируем проведение этого заседания на 7 марта. По итогам заседания комиссии производится подсчет всех голосов со всех ресурсов используемых. Мы выходим на следующий этап голосования уже на конкретные действия, которые нужно произвести на этом объекте благоустройства. Ну то есть, допустим, установить спортивную площадку или место отдыха. Второй этап голосования стартует уже в середине марта. Пока же вы еще успеваете оставить свой голос за ту территорию, которую, по вашему мнению, нужно благоустроить. Сделать это можно как оффлайн, так и онлайн. Места для сбора анкет и QR-код для онлайн голосования вы сейчас видите на экране. Норильские новости. Молодежный форум «Светон» открывает новые возможности для юных норильчан. В Айке стартовал двухдневный профориентационный интенсив с уникальными спикерами. Хедлайнер мероприятия – известный блогер и телеведущий Роман Каграманов. Подробнее смотрите в нашем сюжете. Открывает форум хедлайнер мероприятия. Кумир молодежи – Роман Каграманов. Он – блогер, комик, автор собственных песен, частый гость российских молодежных форумов. Роман говорит, что подобные события полезны не только для подростков, но и для взрослых. Если бы в моем детстве это было, я бы с руками, ногами туда бы бежал, летел и занимал бы все стулья, скажем так, в этом мероприятии. Потому что сейчас, если посмотреть вокруг, становится скучновато. Такого рода мероприятие – это очень полезная вещь как для студентов, так и для школьников, так и для взрослых людей. На форуме развернулись образовательные и развлекательные площадки для 500 школьников и студентов, участников мероприятия. Ребята могли поучаствовать в интерактивах, мозговых штурмах, послушать интересные лекции, поиграть в интеллектуальные игры. Главное преимущество – состав спикеров. Один из них – Михаил Астанин, главный энергетик Норильск Автоматика. На форуме он представляет сферу инженерии. Михаил говорит, людей, интересующихся этой областью науки, становится больше. Меня впечатляет то, что сейчас определили курсы инженерии, и очень много людей туда пошло, и очень много женского пола. То есть я смотрю, что половой признак у данной профессии меняется. На Светоне были представлены и другие локации – волонтерская, диджитал-технологии и медиа, предпринимательство, на каждой из которых ребята с помощью творчества генерировали новые идеи. Клею лестницу, у нас задание, нужно плакатик идеи, стартапа. Мы определяем, какие качества нужны для предпринимателя. Мы осуществляем мозговой шторм. Откуда рождаются идеи для бизнеса? По словам ректора Заполярного госуниверситета, подобные мероприятия направлены на развитие в молодежи эрудированности, что, по его мнению, является фундаментом для дальнейшего карьерного роста. Мы же хотим получить чек, который умеет учиться. Это даже важнее, чем голова, набитая сведениями. Мне так кажется. Наталья Коростелева, заместитель главы города Норильска по социальной политике, отмечает, что молодежные форумы для нашего города становятся уже доброй традицией. Вообще стала хорошей традицией проводить молодежные фестивали на территории города Норильска. И огромное спасибо ПАО ГМК Норильский НИКИ и, конечно же, управлению благотворительных программ за этот большой, такой всеобъемлющий форум для молодежи. Еще и под таким замечательным названием «Светон». «Светон» проходит уже в третий раз, но в первый раз в очном формате. Из-за ограничительных мер ранее форум работал онлайн. Мы решили все-таки выйти из подполья, из онлайна, потому что видим, что немножко поднадоели онлайн форматы всем. Ну и в том числе и дети очень много в онлайне учились. Поэтому решили все-таки сделать очный формат, потому что, как ни странно, для детей он оказалось заходит лучше. Форум продлится два дня – 3 и 4 марта. Кульминацией станет концерт Романа Каграманова, где артист исполнит для норильчан свои песни. Дарья Каменских, Александр Вори, Норильские новости. Квесты, викторины, конкурсы. В таких разнообразных формах в детских садах Норильска продолжают проходить уроки пожарной безопасности. Они проходят еженедельно. Так в детском саду «Почемучка» 19 воспитанников приняли участие в квесте. Ребята отгадывали загадки, смотрели фильм и играли вместе со спасиками, которые рассказали им о правилах пожарной безопасности. В профилактике пожарной безопасности в дошкольных учреждениях уделяется повышенное внимание. Занятия проходят в различных формах – игры, эстафеты, выставки рисунков. А также в детсадах проводят беседы с воспитанниками и их родителями. Цель у всех мероприятий одна – не допустить возникновения пожаров, предотвратить возможную гибель детей. Всего за прошлый год прошло 60 тематических выставок по пожарной безопасности. В них приняли участие почти 9 тысяч детей и их родителей. Каждая из нас в экстремальных ситуациях может по-разному себя вести. Взрослые люди запаниковать могут, а дети, как правило, прячутся. И прячутся в труднодоступных местах для спасения. Это залазят под кровати, прячутся в шкафы. И главная задача – это не просто работать и разговаривать с детьми о пожарной безопасности, но до автоматизма отработать правила поведения при пожаре. Новости, документальные программы, телесериалы, художественные фильмы. Каждый зритель найдет в эфире нашего телеканала не только развлекательный контент, но и пищу для ума. В следующем сюжете расскажем о фильмах и интересных программах, которые покажем на следующей неделе. Они обладают хорошим зрением, большими когтями и клювом. Это птицы-охотники. Отряд хищных птиц предпочитает в своем рационе птиц поменьше и млекопитающих. Самые крупные представители этих пернатых могут полакомиться даже мелкими антилопами, обезьянами и собаками. О молниеносных атаках и беспроигрышных стратегиях нападения на добычу в невероятных кадрах замедленной съемки смотрите в документальном фильме «Рассказы о птицах-охотниках» в четверг. У них в глазу примерно в пять раз больше оптических клеток, чем у человека. Это дает им возможность различать гораздо больше цветов, чем мы. В этом заключается один из ключей к их охотничьим успехам. Завидная семейная пара является эталоном богемного общества. Василий – депутат, Светлана – благотворительный деятель. В новый проект Светланы клуб «Идеальных жен» включаются ее старые приятельницы – мать-одиночка Вика и провинциалка Галина, мечтающие построить идеальные семейные отношения. Как изменится жизнь героинь во время клубных тренингов смотрите в фильме «Идеальная жена» в эфире Норильск ТВ в выходные. Она – легенда женственности, эталон красоты 50-х годов прошлого столетия. Об этой уникальной женщине мечтали многие мужчины. Но о чем мечтала сама Мэрилин Монро? Фильм «Семь дней и ночей с Мэрилин» о съемках знаменитого фильма «Принц и танцовщица». О закулисье, о непосредственности главной героини, о мечтах и, конечно же, о любви. Смотрите в Международный женский день. Дай мне с ней поговорить. Дай мне Мэрилин. Что там происходит? Простите, она не может говорить. Дал быстро ей трубку. Ты не дай кому сказал. Колин! Простите, но мне пора. В преддверии самого весеннего праздника для телезрительниц Норильск ТВ исполнит свои главные хиты Владимир Пресняков. Артист пробует разные амплуа и жанры. Смотрите юбилейный концерт Владимира Преснякова вечером 7 марта. Слушая тишину, встречная полоса, без тебя не могу моя песня по голосам. Еще один исполнитель подарит нашим телезрителям весеннее настроение – Денис Клявер, солист популярной в нулевые группы «Чай вдвоем». В своем концерте «Начнем сначала» он исполнит всеми любимые хиты «Ты не одна», «Белое платье», «Когда ты станешь большим» и другие. Яркий и душевный концерт при участии шоу-балета «Аллы Духовой Тодос» смотрите в субботу. Софья Зиберова, Дарья Каменских, Норильские новости. И к этому моменту у нас все. Телефон редакции 34 32 32. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем ютуб-канале и на сайте norilsk.tv. В студии была Надежда Балдакова. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok